И здесь на графиках я вам хочу показать именно накопительные данные средние по регионам Ростовской области, видите, Краснодар, начиная с мая, да, по там 27 сентября исторически. То есть это не сколько там осадков выпало там в каждую из недель в миллиметрах, да, это накопительный график, все-таки мы смотрим, хотел посмотреть весь период вегетации и сравнить года, как же все-таки отличались у нас по влагобеспеченности те или иные года, которые сейчас сравниваются. Мы видим, что темно-синий – это 21-й год, да, чуть светлее график – это 20-й год, самый черный – это 19-й сезон, которому я, кстати, могу так, по крайней мере, то, что посмотрел и вижу на полях, мне кажется, сезон осени будет очень похож на 19-й. И самый светлый график, да, это 10-й год, когда все вспоминают, березы посохли, елки там тоже, лесопосадки вырубили, вот это вот все когда-то было, весь там отдел продаж говорит, диссиканты не продадим в 10-м году и все такое. Ну, посмотрим, как это как раз, мы тут много и дистрибьюторов, и собственников бизнеса, поэтому, грубо говоря, по Ростовской области мы видим, что действительно в этом сезоне выше гораздо в сезоне, да, по сравнению с прошлым или там 19-м годом по накоплению осадков, опять же, это очень усредненные данные в целом за область, идет выше, например, 20 миллиметров, но плюс-минус мы видим, взять прошлые года, с 21 августа, да, наступает практически такая, видите, график выравнивается, могу рисовать, да, вот здесь, в этой зоне, и у нас наступает некая такая затишье по осадкам, поэтому я предполагаю, что вот то, что сейчас есть, да, вот это вот выравнивание будет также и продолжаться, поэтому какого-то там надежды на то, что у нас там пойдет дожди и всех это зальет, кажется, иметь не стоит. Будут ожидается дожди, опять же, как на всем юге, примерно в районе там 25 сентября, но тем не менее, все равно придется нам, лимитирующий факт, это осенью будет влага, да, поэтому закрывать ее сейчас, да, применять диссиканты, чтобы вовремя брать предшественников, это те вещи, которые никуда от этого не деться, и не стоит забывать про это. По Краснодарскому краю примерно картина та же самая, да, идет в таком же графике, видим, что в майский, да, июньский период осадков было больше, чем в прошлом году, да, но тем не менее, опять устраивается вот некая там прямая линия, ожидается, что вот где-то вот здесь, да, будет какой-то рост температуры, рост осадков, да, будет, пройдет дождик 21-го там числа в сентябре, поэтому надеемся, что в Краснодаре что-то выпадет и будет лучше. Лучше, но какого-то критического, да, там прям засухи я пока не вижу. Что касается у нас Ставропольский край, Волгоградская область, опять же, да, мы видим лучше, чем в прошлых годах в летний период, поэтому там у нас была неплохая перезимовка, да, но все осадки выпали там в мае там либо летом, что, наверное, хорошо будет скатываться на технические культуры, да, подсолнечник, кукуруза. Хоть раз получит кукурузу урожай на юге, но, тем не менее, к осени мы видим, что опять наблюдается та же самая прямая, да, которая где-то там, некоторые осадки единичные будут в сентябре и до этого как бы момента все. Поэтому тот же сценарий, что и с Ростовом и Краснодаром, в принципе, я хочу, забирая вперед и останется для всех, нужно сохранять, сохранять, сохранять влагу, которая есть, быстро убирать предшественник, разделка почек и так далее, чтобы не сеять в порох, да, как это у нас уже становится привычным. Белгород, кстати, очень удивился меня, да, потому что идет по старому сценарию 10-го года по накоплению осадков, да, что мы видим сейчас ссори, ребята, держитесь, начинается у вас там, я вижу, отбортовка, да, бобов. Посмотрим, что, куда это выльется, но надеемся, что все-таки что-то произойдет, да, и вот здесь будут какие-то тут скачки осадков, потому что дотянуться хотя бы там до 19-го сезона должны. Воронежская область по плану, но опять же, да, вот никакого-то там сверхъестественного, что там как в Белгороде не происходит, березы сохнуть не будут, ребята, я вас поздравляю. Но, тем не менее, сценарий, как я и говорил раньше, будет стремиться где-то к сезону, вот вспомните, осень 19-го года, да, какая она была. Вот ничего там нового не произойдет, я думаю, что среднемноголетние какие-то данные доказывают нам, сюрпризов не должно произойти. Курск отстает, мы видим, да, вот, скажем так, даже 19-го и по сравнению с прошлым годом. Орел идет по сезону 19-го года, да, в принципе, накоплений также, наверное, произойдет, поэтому ничего странного тут рекомендовать нельзя. Тамбов, ребята, вам в том году сильно повезло, вы это ощутили, да, у вас были осадки в сезоне как раз-таки критическим для зерновых, вы получали 70 центеров, сейчас уже такого, я думаю, вы все заметили, что не будет, и осень будет засушливее, да, и влаги не будет хватать продуктивной, чтобы как-то там быстро все посеять. Поэтому те же самые рекомендации, да, как можно качественнее подготовить почву, да, как можно лучше подготовить семена, чтобы обеспечить как раз-таки минимальное число дней до всходов. Татарстан, Башкирия, Уфа с Казанью, да, там, ну, кто интересуется по новостям, действительно, резим ЧС, и много там все у них, запалы, захваты и все такое, пшеница себя не реализует. Опять же, соглашусь вот с Дарью по поводу нормы высева, вот как раз-таки, скажем, Волжский регион, это тот, наверное, тренд снижения норм высева идет все-таки оттуда, да, где они борются за каждый, как говорится, там, миллиметр осадков и количество, правильное количество на гектар растений потребителей решает как раз-таки лучшую сторону. Самара-Саратов. По Самаре десятый год, тяжело. Идем куда-то там, график двинулся наверх, надеемся, что куда-то это подрастет ближе к сентябрю, что-то какие-то осадки получатся, но сейчас это как-то не очень, скажем так, впечатляюще выглядит. Саратовская область, в принципе, идем по сезону 2019 года, да, но понимаем, да, мы смотрим на правый график, сколько накопилось, да, если мы в Краснодаре видели по 250 миллиметров с начала мая уже выпало, то сейчас в Саратове только 100, поэтому тут разные, да, графики. Вроде идет в тренде, но, тем не менее, расслабляться не стоит. Ну и Оренбург у нас в гордом одиночестве, не стало, конечно, включать Барнаул и так далее, там обычно с осадками все хорошо получается, поэтому Оренбург также идет по сезону 2019 года, прям чуть ли не один в один, ничего нового, чудо не происходит, да, поэтому пары от Саратов, Самара, Оренбург, Уфа, Татарстан, сейчас главная задача сохранить пары, да, полупары там у кого как, и это не значит, что на нем можно запустить сорняки, да, и пусть они растут, а потом перед севом разделать, и почва будет черная. Все-таки держите контроль за сорняками, да, это те же потребители влаги, которые у вас целый сезон будут питаться. Это то, что могло выпить ваша пшеница, поэтому следим за парами, закрываем те дождички, которые выпадают, и я думаю, когда-то это в какие-то стабильные всходы может нас привести. Продолжение следует...